Еврей, виртуозно владеющий русским языком, переводчик с иностранных. Традиция, начатая Самуилом Маршаком. Советская пропаганда называла царскую Россию тюрьмой народов. Мол, до революции они были бесправны, их национальные культуры третировались, а теперь к этим сокровищницам могут приобщиться все, благодаря русскому, языку межнационального общения. Московский памятник Манасу Великодушному, герою киргизского эпоса. Манас, понятно, имя оригинальное, а Великодушным, в духе прозвания средневековых рыцарей, его нарек переводчик Семен Липкин. Благодаря ему с еще довоенных времен про Манаса могут прочитать не одни киргизы. Пуэт-одессит Семен Израильевич Липкин в Москве занялся восточными эпосами. Кроме киргизского Манаса переводил с персидского Лели и Меджун, с татарского Едигей, Шурале, А особенно много с калмыкского. Джангар, богатыр-шавшур, прозванный Лотосом. Даже на фронте Липкин был в калмыкской дивизии. А уже в послесоветское время долгожителя Липкина провозгласили героем Калмыкии. Продолжение следует...